Коллеги, добрый день. Сегодня у нас первый урок по программе Axelot TMS управления перевозками и управления транспортом. Тема первого урока – это установка конфигурации и первый запуск программы. Конфигурация Axelot TMS управления транспортом и перевозками поставляется на компакт-диске, либо путем предоставления ссылки для скачивания с сайта tms.axelot.ru. Получение обновления конфигурации также производится посредством скачивания дистрибутива с указанного сайта при заключении договора на информационно-технологическое сопровождение Axelot TMS. Установка конфигурации выполняется при помощи программы установки. Перед тем, как приступить к установке, следует убедиться, что на компьютере имеется достаточно свободное место для выполнения установки. Для установки конфигурации Axelot TMS управления транспортом и перевозками необходимо выполнить следующее действие. Необходимо изначально скачать дистрибутив конфигурации Axelot TMS управления транспортом и перевозками. На сайте, либо вставить компакт-диск, устроить в течение компакт-дисков вашего компьютера. После чего дождитесь автоматический запуск программы установки, либо же вручную запустить установку. Важно! Перед установкой конфигурации следует установить 1С предприятие 8. Если платформа 1С предприятие 8 установлена, следует убедиться, что версии установленной платформы не ниже 8.3.8. Если версии установленной платформы ниже 8.3.8, рекомендуется обновить платформу перед началом установки. Платформа 1С предприятия 8 не входит в поставку программного продукта Axelot TMS управления транспортом и перевозками. Для установки продукта запускаем вручную, или же после автоматического запуска программы появляется следующее окно. Для установки программы нажимаем кнопку «Далее», либо кнопку «Отмены» для отмены установки. После чего программа установки предлагает выбрать каталог на жестком диске, куда будет устанавливаться конфигурация. Вы можете использовать каталог, предложенный программой установки, или ввести другой. Рекомендуется не изменять предлагаемый каталог, так как в этом случае программа установки выполнит создание конфигурации шаблонов. При добавлении новой информационной базы, список информационных баз из этого каталога будут выбираться к конфигурации шаблона. В случае изменения предлагаемой имени каталога установки, установленные конфигурации могут быть использованы для работы, но возможность создания информационных баз по шаблону будет утрачена. После указания имени каталога нажимаем кнопку «Далее» для продолжения установки. Если каталог установки не существует, программа установки создаст его. После установки конфигурации нажимаем кнопку «Готово». При необходимости, если не хотим смотреть описание поставки, то снимаем соответствующую галочку. Если же оставляем, то после установки откроется описание конфигурации. Следующим шагом по установке системы является установка системы лицензирования. Конфигурация Axelot DMS с управлением транспортными перевозками поставляется с программной защитой в зависимости от приобретенного модуля. Программный ключ защиты и компоненты СЛК предназначены для доступа к защищенным объектам и контроля количества рабочих мест на основе указанного в ключе количества лицензий. Программный ключ СЛК формируется на основании конфигурации компьютера, на котором установлен сервер СЛК и представляет собой файл на жестком диске. Для установки программного ключа необходим пин-код или код активации, представляющий из себя последовательность из 20 цифр. Пин-код указан в документе, входящем в поставку конфигурации. Это может быть бумажный бланк или текстовый файл, содержащий собственно пин-код и характеристики ключа защиты. Сейчас вы на экране видите пример бумажного бланка, в котором представлен 20-значный пин-код. Пин-код может быть использован только один раз. При изменении конфигурации компьютера ключ может стать неработоспособным. Для восстановления понадобится получение нового ключа. Соответственно, новые ключи получаются в ограниченном количестве, то есть не более двух резервных пин-кодов. Для получения резервного пин-кода необходимо будет обратиться на адрес tms.sobako.axilot.ru с описанием развернутого обоснования необходимости получения ключа. Обработка запросов автоматической активации через сайт осуществляется круглосуточно. Обработка запросов по электронной почте и по телефону осуществляется в определенные часы. Следующим шагом это установка, собственно, программного ключа. В каждую поставку входит сервер лицензирования, файл для его установки. Соответственно, запускаем этот файл. Для продолжения установки нажимаем кнопку «Далее». Оставляем признак «Установить сервер как службу». Производится установка сервера SLK. После установки происходит запуск служб. По завершению, если не снимаем галочку «Запустить консоль сервера», запустится консоль сервер. Для установки программного ключа необходимо будет запустить сервер SLK, если он не был запущен. В главном окне консоли на панели команд необходимо выбрать команду «Установить программный ключ» или нажать функциональную клавишу F6. После чего необходимо ввести код активации. Одно важное замечание, что сервер системы защиты может быть установлен только в операционной среде Windows или WINE. Сервер системы лицензирования может быть развернут на любом компьютере или локальной сети. Пин-код активации программного ключа SLK представляет собой, как я уже говорил ранее, последовательность из 20 цифр, в которой закодирована серия ключей защиты и серийный номер ключа. В диалоговом окне необходимо ввести код активации, соответственно, в который входит вашу поставку. После того, как вы ввели код активации, необходимо будет нажать кнопку «Далее». Если ваш компьютер подключен к интернету, этот способ наиболее предпочтителен, в этом случае система самостоятельно выполнит запрос в центр лицензирования SLK и установит ключ на вашем компьютере. Для выполнения установки ключа необходимо будет в последующем нажать кнопку «Успешить». В случае успешной обработки запроса будет выдано сообщение, и ключ будет показан в главном окне консоли. Далее необходимо разместить файл 537c.param.file, полученный вместе с пин-кодом туда, где установлен SLK, в эту же папку. По умолчанию это следующий путь на диске C, папка 1.program.files, 1s, папка лицензии, и сюда выкладываем данный файл. В консоли сервера при выделении серии 537c в нижней части появятся данные о введенном файле параметров. Если сервер лицензированный установлен там же, где сервер 1s, то необходимо указать местоположение сервера лицензирования для сервера 1s. Еще раз хочу обратить внимание, программный ключ формируется на основании следующих параметров компьютера, на котором установлен сервер SLK. Это жесткий диск, материнская плата и процессор. При изменении одного из этих компонент программный ключ может стать неработоспособным. Для восстановления его работоспособности потребуется повторная установка, для чего возможно получение ограниченного числа пин-кодов активации. То есть не более двух дополнительных пин-кодов активации. Если в процессе работы системы потребуется работа с мобильным клиентом, то необходимо установить TMS-сервер для мобильного клиента, а также TMS-сервер-менеджмент для управления настройками по мобильному клиенту. ТМС-сервер входит в поставку продукта, соответственно для его запуска необходимо запустить установочный файл. Система выполнит установку службы, после чего необходимо нажать кнопку «Готово». Для установки TMS-сервера менеджмента необходимо выбрать «Запустить установочный файл», после чего автоматически запустится установка. После установки необходимо будет нажать кнопку «Готово». Для настройки сервера TMS необходимо запустить менеджер TMS-сервера, указав следующие параметры. Это адрес сервера, для первого запуска используется пользователь админ, пароль для первого запуска под пользователем админ, также админ. Далее в разделе «Лицензии» необходимо указать пин-код и номинование организации в соответствующих полях. Для активации лицензии необходимо нажать кнопку «Активировать», после чего появится сообщение, что ключ активации успешно установлен. Здесь же на вкладке «Лицензии» будет указано количество одновременных подключений. Напомню, что лицензии являются конкурентными, соответственно фиксируются активные подключения к серверу. В разделе «Администраторы» можно дополнительно добавить новых пользователей, указав для каждого пользователя имя и пароль. В разделе «Настройки» необходимо нажать кнопку «Добавить» и в открывшейся форме прописать адрес TMS-сервера, имя пользователя и пароль – это параметры входа для пользователя в системе, созданного ранее. Порт для подключения, порт через который будет осуществляться доступ к базе. После внесения изменений, конфигурационный файл, сервер TMS нужно перезапустить нажатием кнопки «Перезагрузить сервер». В разделе «Мониторинг» отражаются все мобильные устройства, подключенные к серверу в данный момент. После установки TMS-сервера необходимо произвести установку мобильного клиента. Мобильный клиент может использоваться на мобильных устройствах, работающих на платформе Android. Для корректной работы мобильного устройства требуется наличие GPS и GSM модулей, Android API 16 и выше, поддержка сервисов Google, в данном случае и карт Google Maps. Желательно наличие Wi-Fi, Bluetooth, камеры. Хочу напомнить, что мобильный клиент поставляется только при подключении модуля «Спутниковый мониторинг». Для запуска процесса установки Android клиента Axelot MS необходимо выполнить следующие действия. Изначально нужно скопировать установочный файл клиента на Android устройство. Дальше необходимо запустить данный файл, после чего появится запрос на предоставление доступа приложения к функциям устройства. Далее нажимаем кнопку «Далее» и нажимаем «Установить». Происходит установка мобильного приложения. После того, как приложение будет установлено, можно его запустить. После открытия приложения необходимо ввести адрес TMS сервера, который был ранее установлен. Соответственно, после того, как мы подключаемся к TMS серверу, будет предложено ввести имя пользователя и пароль для авторизации системы. Имя пользователя и пароль указываются в справочнике к сотруднике в соответствующих полях. После установки всех необходимых дистрибутивов необходимо создать информационную базу, в которой мы будем работать. Для создания новой информационной базы запускаем 1С предприятие, выбираем пункт «Создание новой информационной базы», нажимаем кнопку «Далее». Дальше система предложит выбрать поставляемую конфигурацию для начала работы, выбираем управление транспортом и перевозками и нажимаем кнопку «Далее». Далее выбираем тип расположения информационной базы, рекомендуется создавать серверную базу. Соответственно, выбираем на сервере 1С предприятия. Далее указываем информацию, где будет размещена информационная база, указываем кластер серверов 1С предприятия, имя информационной базы в кластере, а также необходимую информацию для подключения к базе. После установки всех параметров производим запуск информационной базы. Перед началом работы система запустит начальное заполнение данных. При необходимости вы можете посмотреть техническую информацию о ходе обновления, нажав на соответствующую ссылку. После заполнения начальных данных можно начать настраивать систему для дальнейшей ее работы. На этом первый наш урок мы заканчиваем. О настройке системы более подробно будет рассказано в следующих уроках. Спасибо за внимание.